Заменители сахара. Они не калорийные и сладкие на вкус. Звучит заманчиво, но насколько они безопасны для здоровья? Можно ли назвать диетические продукты с их содержанием полезными? Всем привет, вы на канале Дано, и сегодня мы будем говорить о сахарозаменителях. Узнаем, кому они действительно необходимы и насколько полезны. А для начала хотим узнать ваше мнение. Используете ли вы сахарозаменители в своем рационе? Считаете ли их безопасными? Ждем ваших ответов в комментариях. Появление подсластителей – это один из отличных примеров случайных открытий. Первый искусственный подсластитель был получен весьма необычным способом. Константин Фальберг, который на тот момент работал в университете Джонса Хопкинса в Балтиморе, в очередной раз, ужиная с семьей, вдруг понял, что поданный к столу хлеб необычайно сладок, чего не подтвердили остальные члены семьи. Вскоре он понял, что вся еда, к которой он притрагивается, имеет сладковатый привкус. Так, благодаря своей халатности, ученый определил, что виновником его испорченного ужина были невымытые перед едой руки и работа в лаборатории с раствором ортосульфобенземида. Впоследствии он синтезировал из него первый в мире искусственный подсластитель – сахарин. Все мы знаем, что сахар очень вреден. Что он медленно, но верно разрушает зубы, вызывает нарушение работы внутренних органов, ведет к ожирению и вызывает зависимость. Ряды его противников пополняются с каждым днем, а традиция баловать детей сладостями во многих семьях становится просто неприемлемой. Бум дискуссии о сахаре пришелся на 2014 год, когда вышел австралийский документальный фильм The Sugar Film, где были наглядно представлены все последствия его ежедневного употребления. Но ведь все мы так любим побаловать себя десертом, поесть свежей выпечки или поднять настроение шоколадкой. Не исключение и люди с диабетом, которым сахар категорически противопоказан. По данным ВОЗ, диабетом страдает около 6% населения Земли. Это примерно 346 миллионов человек. А сладости стали неотъемлемой частью наших традиций и рациона. Поэтому на повестке дня уже многие годы активно стоит вопрос, чем можно заменить сахар. И тут в игру вступают сахарозаменители. Все сладкие добавки делятся на две группы. Сахарозаменители. Они схожи по структуре с сахаром, достаточно калорийны, но медленно усваиваются и не провоцируют скачок инсулина, поэтому отлично подходят диабетикам. И подсластители. Они слаще сахара в сотни раз, и их калорийность стремится к нулю. Поэтому они становятся частым выбором людей, стремящихся похудеть. В свою очередь, все сахарозаменители и подсластители можно разделить на натуральные и искусственные. И логичным может показаться вывод, что натуральные сладкие добавки должны быть полезны. Но давайте обратимся к науке. Всем известная фруктоза. Она в два раза слаще сахара, присутствует в естественном виде в ягодах, фруктах, мёде и некоторых овощах. При этом менее калорийна, чем сахар, и не так разрушительна для зубной эмали. Фруктоза больше 40 лет используется в пищевом производстве, входит в состав многих диабетических продуктов, определенно менее губительна для диабетиков, чем сахар, но является отнюдь не безобидной. Одно за другим появляются исследования, подтверждающие вред фруктозы для организма. По данным исследований, опубликованных в журнале Американского колледжа кардиологии, сладкие напитки, в которых активно используют различные подсластители и сахарозаменители, в том числе фруктозу, могут негативно влиять на метаболизм и состояние сосудов. И тут стоит напомнить, что по данным ВОЗ, именно сердечно-сосудистые заболевания являются лидирующей причиной смертей во всем мире, и этот показатель растет с каждым годом. Наводящее на мысли совпадение, не так ли? А большое научное исследование, опубликованное в журнале Гипотологии, заключает, что употребление фруктозы может приводить к развитию неалкогольной жировой болезни печени, увеличивая риск ее появления в 2-3 раза. В наше время этим недугом страдает примерно 30% населения планеты. Статистика неутешительная. Причина, возможно, кроется в том, что подсластители и заменители сахара можно встретить практически во всех продуктах – выпечке, полуфабрикатах, йогуртах, соусах, напитках, сладостях. Они намного дешевле, сахар слишком дорогой. Подсластители очень любят использовать в производстве мороженого, так как они предотвращают кристаллизацию продукта при низких температурах. Поэтому, даже не стремясь сознательно заменить сахар на подсластители, мы ежедневно употребляем их с пищей. Слово «диетический» или «0 калорий» делает в глазах потребителей продукт более полезным, а это ведет к росту продаж. Неудивительно, что больше всего диетических напитков продается именно в странах, лидирующих по ожирению – это Мексика и США. Далее рассмотрим сахарин, или добавка Е954. Она в 500 раз слаще сахара. Как вы помните, из начала ролика является одним из старейших подсластителей. Плохо растворяется в воде, что является неоспоримым минусом. Имеет привкус металла, поэтому его часто смешивают с другими подсластителями. При кипячении начинает горчить. Сахарин не рекомендован для употребления детям и даже подросткам. Согласно исследованию, опубликованному в 2014 году в журнале Nature, подсластители такого типа могут вызвать развитие непереносимости глюкозы, что превратит в большую проблему употребления любых продуктов. Еще один часто встречающийся и популярный подсластитель – это аспартам, или пищевая добавка Е951. Она в 200 раз слаще сахара. Аспартам можно встретить даже в витаминах. При попадании в организм распадается на метанол и аминокислоты, особенно при нагревании. Если добавлять такой подсластитель в выпечку или горячий чай, он выделяет метанол, а это ядовитый спирт. Более того, оказалось, что в человеческом организме аспартам, выпитый даже в составе холодного напитка, например, колы, превращается в метанол, который затем преобразуется в еще более опасное вещество – формальдегид. Также стоит обратить внимание на неотам, или добавка Е961 – инновационный сахарозаменитель примерно в 12 тысяч раз слаще сахара. Звучит впечатляюще. Малоисследованный подсластитель, который считается более модифицированной версией аспартама, что не радует. И уже самые первые исследования, опубликованные в химическом журнале Moleculus, говорят о том, что добавка нарушает микробиом кишечника, а это может повлечь за собой появление серьезных проблем со здоровьем, начиная от аллергии, заканчивая хроническими воспалительными заболеваниями пищевода. Ксилит. Все мы его помним из рекламы жвачки. Этот сахарозаменитель противодействует микробам, разрушающим зубную эмаль. Поэтому его практически всегда можно встретить в составе зубной пасты и жевательной резинки. Он же является добавкой Е967, наиболее близок к сахару по вкусу, при этом калорийнее, поэтому похудеть с ним точно не получится. Исследований ксилита на удивление мало, и он все так же не рекомендуем к употреблению детям. Вопрос о его вреде остается открытым. Стевия, или добавка Е960, в 300 раз слаще сахара. Считается наиболее безвредной из естественных сахарозаменителей. У нее специфический привкус, похожий на лакрицу, и очень малоизученная история воздействия на организм человека. До сих пор нет единого мнения, можно ли употреблять стевию детям и женщинам в период беременности. Есть предположение, что гликозиды способны проникать через плаценту к плоду, и никто пока не изучал ее воздействие на эмбрион. Также стевия обладает бодрящим эффектом, что тоже может вызывать последствия для беременных и для людей с фигетососудистой нестабильностью. Сироп топинамбура. Весьма распространенный среди сторонников здорового питания заменитель сахара. Но мало кто знает, что в своем составе это растение содержит большое количество фруктозы, которое, как мы уже выяснили, может привести к жировому гепатозу печени. Поэтому без особой необходимости им лучше не злоупотреблять. По калорийности он не сильно уступает сахару. Получается, что и для худеющих он не особо полезен. Также сироп противопоказан людям с мочекаменной болезнью, так как может вызвать движение камней. Для остальных порция сиропа не должна превышать двух чайных ложек в день. Сироп агавы. Еще одна активно продвигаемая альтернатива сахару. Агава – это многолетнее растение семейства спаржевых, произрастающее в основном на территории Мексики. Растение широко используется для изготовления алкогольных напитков, той самой знаменитой текилы и сиропов. Делают сироп из соконя раскрывшихся бутонов, которые фильтруют и нагревают до получения густой консистенции. У разных производителей он может отличаться по цвету, хотя сделаны они из одного и того же растения, просто темный сироп подвергался меньшей фильтрации. 90% сиропа – это фруктоза, поэтому он примерно в полтора раза слаще сахара, на 20% менее калорийен и имеет достаточно низкий гликемический индекс. Но по сути уже на том, что в составе 90% фруктозы можно было бы и остановиться. Биологическая потребность организма человека во фруктозе минимальна, и получить ее можно из фруктов и овощей. Исследования американского журнала клинической нутрициологии подтверждают тот факт, что фруктоза, в отличие от глюкозы, не может проникнуть в большинство клеток организма, и ее избыток приводит к возникновению болезней печени. Поэтому нет особого смысла заменять этим сиропом сахар. Архат или фрукт монаха. Многолетняя травянистая лиана – семейство тыквенные, происходящее из Китая. Она была открыта сравнительно недавно. Первое научное описание растения появилось только в 1941 году в результате экспедиции в джунгли Южного Китая. Экстракт, получаемый из плодов этого растения, примерно в 200 раз слаще сахара. Он не содержит калорий, имеет низкий гликемический индекс и широко используется в качестве естественного подсластителя. Его получают из экстракта сушеных фруктов архата. Растения довольно редко, его сложно выращивать и хранить. После сбора урожая плоды сохраняют свежесть не более двух дней. Из-за этого в экстракт часто добавляют сахар, в целях экономии дорогого фрукта и удешевления стоимости. Поэтому рекомендуем внимательно читать состав перед покупкой. Экстракт имеет специфический карамельный привкус, зато абсолютно не боится высоких температур, поэтому его можно добавлять в горячие напитки и блюда. Управление по надзору качества продукции, ГРАС, признает этот подсластитель безопасным для всех, включая беременных женщин и детей. Активное использование этого подсластителя началось не более 20 лет назад, поэтому никаких исследований о последствиях длительного использования этого продукта до настоящего времени не приводилось. Мед. Натуральный продукт пчеловодства, обладающий широким спектром лечебных свойств. В отличие от сахара, содержит в своем составе разнообразие полезных веществ – витамины группы В, витамин С и кальций, но по калорийности тоже почти не уступает сахару. Поэтому его также не рекомендуется употреблять людям с диабетом и ожирением. Помимо этого, мед является сильным аллергеном, а значит аллергикам нужно быть особо осторожными. Также не стоит давать мед детям до года, так как в своем составе он может содержать споры, вызывающие ботулизм у младенцев. Для детей старшего возраста и взрослых эти споры не представляют никакой опасности. Если вы решите добавлять мед в блюдо при готовке, важно учитывать, что при температуре выше 45 градусов он начинает терять все свои лечебные свойства и становится ничуть не полезнее сахара. При добавлении в холодные блюда и напитки мед, конечно, может быть более полезной альтернативой сахару, но так как он содержит в своем составе большое количество фруктозы и глюкозы, более 3 чайных ложек в день на постоянной основе лучше не употреблять. Также не стоит забывать, что продукты, содержащие сахар, вызывают высвобождение химических веществ и гормонов в мозгу, которые входят в так называемый механизм пищевого вознаграждения. История непростая, так как этот процесс затрагивает отделы мозга, которые отвечают за аддиктивное поведение, включая наркоманию. Получается, что даже употребляя сахарозаменители, человек может сформировать у себя зависимость от сладкого, с которой потом будет очень тяжело расстаться. И еще один достойный внимания факт заключается в том, что в разных странах списки разрешенных и запрещенных к применению заменителей сахара существенно разнятся. Например, искусственный подсластитель цикломат или добавка Е952 разрешен и широко применяется в Евросоюзе, но запрещен в США, а с 2010 года и в России. Подытоживая, можно сказать, что история с подсластителями и сахарозаменителями – это пример той ситуации, когда у научного мирового сообщества нет абсолютной истины. Период накопления доказательной базы еще не завершен. Популярными сахарозаменители стали не так давно, да и пищевой индустрии нет никакой выгоды отказываться от столь выгодной в использовании добавки. А ведь некоторые из них вообще не подвергались серьезным исследованиям. Поэтому к их подбору нужно подходить с умом, а по возможности и вовсе исключить из рациона, ведь результат их употребления непредсказуем. Откажитесь от готовой еды и фастфуда, состав такой еды сложно контролировать. Поможет в этом здоровое питание с обилием растительной пищи в рационе. Здоровым людям мы бы посоветовали воздержаться от приема сахарозаменителей, в остальных случаях строго соблюдать дозировки. Но это всего лишь наш совет, а выбор как всегда остается за вами. И на сегодня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, нас ждет много интересного. Пока-пока!